Друзья, привет! Сегодня полезные советы для дома, для дачи и вашей мастерской. Также разыграем пару инструментов. Условия озвучу в процессе видео. Поехали! Если у вас частный дом и валяется старое разбитое ведро, то не спешите выбрасывать. Из него можно сделать полезное приспособление. Для этого отрезаем дно ведра. Можно сделать канцелярским ножом, но чтобы ускорить процесс, я это сделал болгаркой. И у меня, кстати, трещина зашла на стенку ведра, поэтому я отрезал чуть больше. Всего пару минут и готовое приспособление. С таким дырявым ведром удобно закидывать в мешок сыпучие материалы или строительный мусор на объекте. Особенно, если вы работаете в одну каску. Ведь неудобно работать одной рукой, а второй держать мешок. А тут поставил ведро и закидывай песок, щебень, торф, удобрения, да что угодно. Я продолжаю строить дом и занимаюсь отделкой. И впервые укладываю ламинат своими руками. И в коридоре нашел место, где ламинат не защелкнулся в стык. И чтобы не разбирать пол комнаты, есть пару интересных решений. Самый популярный в интернете способ, это берем двухсторонний скотч. Наклеиваем на ламинат, а сверху наклеиваем небольшой брусок. И аккуратно, не спеша, легкими ударами молотка, мы защелкнем ламинат аж через тройку панелей. Но не у каждого в доме есть под рукой двухсторонний скотч. Поэтому я решил протестить свой способ. Наклеиваем на ламинат обычный скотч или малярную ленту, да что угодно. Лишь бы с одной стороны защищал покрытие ламината и также держался за него. Затем беру монтажную пену, наношу на поверхность и приклеиваю брусок. И снова пару ударов молотком, и наш стык встает на место. Да и сам брусок потом вместе со скотчем спокойно снимается. И покрытие ламината ничем не царапается. И выглядит как новое. В работе бывает такое. Хочешь сделать полочку у стены, а то ли доска, то ли стена имеет кривизну и неплотно прилегает к стене. Сделать единую плоскость очень легко. Берем обычную шайбу и карандаш. Прикладываем к стене и проводим линию. Далее все просто. Аккуратно обрезаем по разметке. И вот готовый результат. Если есть необходимость соединить два бруска, запиленных под 45 градусов, то сходу с трубциной это не получится. Предлагаю каждому в мастерской сделать по-быстрому удобный девайс. Берем кусок фанеры и сверлим отверстие по центру. Примерно 20-30 миллиметров. Затем размечаем пару линий под 45 градусов и делаем разрез. По итогу у нас получился быстрый простой девайс для удобства зажима заготовки для склеивания. Работая с заготовками и делая разные самоделки, хочется сделать красиво и спрятать все саморезы. Самый быстрый и простой способ это взять стамеску и поднять кусочек волокон в заготовке. Затем можно вкручивать крепеж, например, те же саморезы. И осталось капнуть пару капель столярного клея и зажать струбциной. Ну а после высыхания пройтись немножко наждачкой и покрыть лаком. И шов практически видно не будет. Струбцина в мастерской очень нужная вещь. И много их не бывает. Имея два бруска и тройку струбцин, можно по-быстрому сделать столярные тиски. Для этого один брусок зажимаем двумя струбцинами. Прикладываем второй и закрепляем заготовку. И можно смело приступить к обработке поверхности. И так же струбцина очень хорошо помогает приносить различные вещи. Особенно если что-то плохо лежит. Ну и раз заговорили про инструмент, то хочу разыграть пару полезных девайсов для своих подписчиков. Условия просты. Поставить лайк этому видео и написать комментарий, какой полезный совет вам понравится. Или предложить свой. И так же быть подписанным на меня и на мой лайв-канал. Условия и ссылки есть в описании. Победителей озвучу через две недели. И доставка за мой счет. Удачи! А мы едем дальше. У меня есть мангальная зона. И часто готовим покушать. Но вот чистка посуды или тоже из самой коптильни. Ох, как раздражает. Да и руки потом то в жру, то в масле. Приходится долго отмывать. Для удобства чистки сделаем по-быстрому простую щетку с ручкой. Для этого я взял старый скребок. У него резинка была уже стерта. И я чуть-чуть обрезал лишнее. Так же буду использовать пару металлических губок. Ну и так же болт с гайками и барашек. Конструкция проста до безумия. Сверлим отверстие согласно диаметру болта. И просунем болт через губки. И закрепим барашком. Ну а лишнее быстро отрезал болгаркой. И получилась удобная ручка со сменными железными щетками. И тем более она имеет небольшой наклон. Да и мыть посуду стало намного удобней. А самое интересное, когда эти щетки придут в негодность, то всегда можно открутить барашек и заменить на новые. У меня есть небольшое хозяйство. Десяток курочек и так пара-тройка ушастых зайцев. И покупая корма для них и складывая в сарай, нередко приходят гости и дырявят мешки сквозными отверстиями. Со временем даже пришлось купить пару бочек для хранения корма. Но чтобы выселить жильцов из сарая, есть простой дедовский метод. Вот вам простая мышеловка за 2 минуты из обычного ведра. Также понадобится строительная пленка. Или можно даже взять обычную пищевую. Еще канцелярский нож и кусок малярной ленты. Отрезаю пару квадратов строительной пленки и накладываю на ведро. Расправляю все края. И затем обматываю малярной лентой. В центре делаю небольшое отверстие. Ну и чтобы края не свисали, закрепляю на скотч. И вот наша ловушка готова. Идем в сарайку, засыпем немножко дробленки. И результат будет на 100%. Это уже проверено временем. Вот такие идеи и советы на сегодня, друзья. Пишите свои комменты, поставьте лайк и подписывайтесь на канал. И обязательно жмите колокольчик. Всем спасибо. Всем желаю хорошего настроения. Всем добра, удачи, позитива. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...